При первом посещении Лондона необходимо помнить о нескольких вещах, чтобы поездка прошла гладко и приятно. Вот несколько моих советов и предложений. Получите сразу карту Остера или бесконтактную платежную карту для удобного доступа к общественному транспорту. Включаем метро, автобусы, трамваи, доклинское легкое метро DLR, лондонское надземное метро и некоторые услуги национальной железной дороги. Оснакомьтесь с картой метро и рассмотрите возможность загрузки мобильного приложения для удобной навигации. Помните, что общественный транспорт Лондона может быть загружен в часы пик, так что планируйте поездку заранее. Привет из моей гостиницы. Я уже в номере в Лондоне, прямо рядом со станцией Kings Cross. Номер вышел мне 320 фунта, ну что я считаю не дешево. Мне самое главное, чтобы гостишки были в центре. Можно, конечно, дешевле снять намного где-нибудь там в третьей зоне. Лондон разделяется по зонам, я не знаю, знаете вы или не знаете. У него куча зон, вот центральная, там первая, вторая, третья как кольцами расширяется. Я в центре, я на Kings Cross, это кто не знает где Гарри Поттера снимали. Погода в Лондоне может быть непредсказуемой, поэтому собирайте вещи и будьте готовы к дождю. Небольшой переносной зонт всегда пригодится, но если у вас его нет, то всегда можно купить его в каком-нибудь мини-маркете или корнершопе. Если вы хотите посмотреть достопримечательности, а вы определенно их хотите посмотреть, если приехали в Лондон, расставьте приоритеты. Я бы сначала смотрел бесплатные достопримечательности, такие как Британский музей, Тейт Модерн и Национальная галерея. Если вы планируете смотреть много платных достопримечательностей, то подумайте о покупке London Pass. Так это поможет сэкономить деньги на входных билетах. Я думаю для вас не секрет, что в Лондоне основной валютой является британский фунт стерлингов, GBP. Неплохо иметь при себе немного наличных, но в большинстве мест принимаются кредитные и дебетовые карты. В ресторанах принято давать чаевые, обычно около 10-15% от счета, но не требуется в пабах или в фастфуде. Ребят, чтобы вы понимали размер этой кастрюлины, она мне с голову. Мне реально можно этот суп съесть и потом чашку эту надеть на голову, она будет как шлем. Безопасность. Очень важный момент. Лондон, как правило, безопасный город, но всегда полезно быть в курсе того, что вас окружает. Особенно в людных местах или ночью. А если вы идете по Лондону ночью, то скорее всего нетрезвые и скорее всего из паба или ночного клуба. В любом случае, держите свои личные вещи в безопасности и будьте осторожны с карманниками в оживленных туристических районах. Об опасных районах в Лондоне я уже делал отдельный выпуск, его вы можете посмотреть по ссылке. Этикет и обычаи в Лондоне. Лондонцы известны своей упорядоченностью в очередях. Будьте уважительны и следуйте этой практике. Встаньте на правую сторону эскалаторов на станциях метро, оставив левую сторону свободной для людей, которые хотят идти пешком. В лондонском метро можно потолкаться, особенно в часы пик, но тем не менее помните о личном пространстве в общественном транспорте. Да и в целом в любом другом публичном месте. Я думаю, что и вам не понравится, если кто-то будет явно к вам прижиматься. Еда и напитки. Бытует мнение, что английская еда невкусная, жирная и от нее все толстеют. Многие в принципе олицетворяют британскую еду с fish and chips и бургерами. Как бы то ни было, Лондон предлагает разнообразную кухню. Не упустите возможность попробовать традиционные британские блюда, такие как рыба с жареным картофелем, да, fish and chips, или жаркое по воскресеньям. Пабы являются неотъемлемой частью лондонской культуры. Насладитесь пинтой пива или сидра в традиционном британском пабе. Город в целом известен своим широким разнообразием кухонь, от традиционной британской до интернациональной, что отражает мультикультурное население Лондона. Здесь насчитывается более 15 тысяч кафе и ресторанов, поэтому можете представить, сколько у вас времени уйдет, чтобы посетить их всех. Что касается жилья, неважно приехали ли вы сюда на короткий срок или на длинный, бронируйте жилье заранее, чтобы обеспечить лучшие цены и варианты. При выборе места для проживания учитывайте расположение и доступность общественного транспорта. Лично я всегда стараюсь оставаться рядом с метро или вокзалом. Это помогает мне достаточно быстро перемещаться как внутри Лондона, так и по всей Великобритании. Помня об этих советах, вы лучше подготовитесь к своему первому визиту в Лондон и сможете сосредоточиться на наслаждении невероятной историей, культурой и достопримечательностями этого города. Пока у меня есть немножко времени, я решил погулять по Лондону и, конечно, Kings Cross. Ребята, только выходишь на Kings Cross, здесь сразу же уже есть несколько объектов, с которыми можно пофотографироваться, поснимать. Вот, пожалуйста, Сан Панкрас. Это отель Ренессанс, им уже 150 лет. Это если вы хотите Luxury Living, то вам сюда сразу же по Макларену можно понять, что здесь Luxury Life. Это культовый лондонский отель. Он расположен в комплексе железнодорожного вокзала. Первоначально здание было спроектировано архитектором Джорджем Гилбертом Скоттом, как Grand Hotel Midland. Открыто оно было в 1873 году. Отель был построен в рамках расширения Мидлинской железной дороги в Лондон, и его строительство должно было продемонстрировать престиж и богатство железнодорожной компании. Grand Hotel Midland был чудом своего времени и отличался роскошными удобствами, такими как гидравлические лифты, вращающиеся двери и инновационная система обогрева и охлаждения здания. Однако, несмотря на свою роскошь, в отеле не было некоторых современных удобств, таких как ванные комнаты, что способствовало снижению его популярности с годами. В 1935 году гостиница закрылась из-за финансовых трудностей, а здание было перепрофилировано под различные нужды, в том числе под офисы железнодорожной компании. С годами здание пришло в упадок и было почти снесено в 1960-х годах, только представьте. Однако, успешная компания под руководством видных деятелей, в том числе поэта-сэра Джона Бэджимена, спасла здание от разрушения. В 1990-х годах были предложены планы по восстановлению здания и превращению его обратно в Адель, что совпало с реконструкцией железнодорожного вокзала Сан-Панкрас в качестве нового терминала для поездов Eurostar. Процесс реставрации и переоборудования занял более 10 лет, а в 2011 году отель наконец вновь открылся. Сейчас это роскошный пятизвездочный отель, в котором современные удобства сочетаются с богатой историей здания и потрясающей архитектурой викторианской готики. В отеле 245 номеров и люксов спа-центр, рестораны, бары и помещения для проведения мероприятий, что делает его популярным местом для путешественников и свидетельством замечательной истории здания. Ладно, я долго тусоваться не буду здесь на Кинскроссе и поедем в центр на шоппинг улицу. Я шопиться не буду сейчас, потому что мне кататься здесь еще завтра, послезавтра ехать в Рейдинг. Короче, смотреть школу, да, и если вам интересна учеба, послезавтра я еду в школу, в британскую бординговую школу, смотреть, как там живут детки. Да вот, поэтому, поэтому смотрите канал Swaps Education и смотрите и подписывайтесь. Учеба, школа, студенты, жизнь студенческая здесь в Англии. А сейчас мы едем на Oxford Street, на Oxford Circus. С Кинскросса мы сядем на метро и отправимся в один из главных шоппинг районов Лондона. Выходим на станции Oxford Circus и мы выходим прямо на Oxford Street, одна из самых оживленных и известных торговых улиц Лондона. Расположена она в самом сердце Вест-Энда. Улица имеет длину примерно 1,2 мили или почти 2 километра и проходит от Тоттхэм-Корт-Роуд на востоке до мраморной арки Marble Arch на западе. Здесь находится множество универмагов, магазинов модной одежды, известных брендов и международных бутиков, что делает его популярным местом для покупок как среди местных жителей, так и среди туристов. Некоторые самые известные магазины и торговые центры включают Selfridges, John Lewis, Marks & Spencer, а также флагманские магазины нескольких популярных брендов, например, Primark и Topshop. Сам район известен своей яркой атмосферой, рядом с ним расположены многочисленные рестораны, кафе и бары. Вот Oxford Circus, главный, да, крут, здесь Nike Town, огромный магазин Nike, и туда дальше идет, получается, у нас Oxford, Oxford Street. Там чуть дальше, вот видите, вот это вот торчит шпиль, за ним офис BT, это британская телекомпания. И Join the Juice, если вы хотите выпить копейку, сока, съесть сэндвич, очень классная капупа, вот это вот Join the Juice. Определенно рекомендую. Ну, конечно, нервы. Ну, короче, здесь огромное количество всяких кафе. Во время курортного сезона Oxford Street славится своими рождественскими огнями и украшениями, которые собирают большие толпы и создают праздничную атмосферу. Улица настолько популярна, что на ней находятся несколько станций лондонского метро. Oxford Circus, Bond Street, Tottenham Court Road и Marble Arch. Здесь также ходят автобусы, что делает эту улицу легко доступна из разных частей Лондона. Хотя Oxford Street, в первую очередь, известна своими магазинами, она также расположена недалеко от других популярных лондонских достопримечательностей. Guide Park, Regions Park и Британский музей. Да, и раз уж мы с вами поехали на метро, давайте ему уделим немного внимания. Лондонское метро London Underground, в простонародье Tube или Труба, является старейшей в мире подземной железнодорожной системой и неотъемлемой частью городской сети общественного транспорта. Метро начало свою деятельность в 1863 году и с тех пор расширялось до обширной сети, обслуживающей Большой Лондон и некоторые части близлежащих графств. Сейчас сеть лондонского метро состоит из 11 линий общей протяженностью около 250 миль или 402 километров, а обслуживает 270 станций. Линии обозначаются разными цветами на карте Tube. Знаковым символом является круглый логотип The Tube, красный круг с синей горизонтальной полосой. И, естественно, характерная карта, разработанная Гарри Бекком в 1931 году. Поезда лондонского метро обычно ходят с 5 утра до 12 ночи, с понедельника по субботу и примерно с 7 до 23 по воскресеньям. Некоторые линии также предлагают услуги ночного метро по пятницам и субботам, обеспечивая круглосуточное обслуживание на некоторых маршрутах. В лондонском метро используется система оплаты проезда на основе зон. При этом город разделен на 9 зон движения. Карты Travel Card, бесконтактные платежные карты и Oster Card, предоплаченная смарт-карта, могут использоваться для оплаты проезда в метро, а также в других видах общественного транспорта, автобусах, трамваях и Docklands Light Railway DLR. Лондонское метро обычно считается безопасным. На большинстве станций есть камеры видеонаблюдения и персонал. Тем не менее, важно сохранять бдительность, особенно в часы пик, чтобы избежать карманников или других угроз безопасности. Пассажиры должны позволять другим спокойно входить и выходить из вагонов. Если вы прилетаете в аэропорт Хитро, то вы спокойно из него можете уехать на лондонском метро в центр города. Кто-то может не любить лондонское метро, но на мой взгляд оно очень удобное. Да, где-то оно страшненькое, но на самом деле здесь такое количество станций. Есть станции как бы и хорошие, есть станции и откровенно фигня полная. Но, тем не менее, очень много, очень много здесь красивых станций. И самое главное, на мой взгляд, лондонское метро очень удобное. А с Oxford Circus мы с вами отправимся на Carnaby Street. Это пешеходная улица с магазинами и ресторанами, расположенная в районе Соха, также в районе West End. Carnaby Street получила известность в 1960-х годах как центр моды, музыки и молодежной культуры, став синонимом движениям «Свингующий Лондон». Carnaby Street и ее окрестности были в авангарде модных тенденций, и многие влиятельные дизайнеры и бутики называли эту улицу своим домом. Сегодня Carnaby Street сохраняет свою яркую атмосферу и продолжает оставаться популярным местом для покупок ресторанов и развлекательных мероприятий. На улице и прилегающих к ней переулках расположены независимые бутики, известные мировые бренды, винтажные магазины и модные магазины. Кроме того, в этом районе есть множество кафе, ресторанов, баров и пабов, предлагающих разнообразные рестораны и оживленную ночную жизнь. Carnaby Street также известна тем, что в течение года здесь проходят различные мероприятия и сезонные праздники, в том числе модные мероприятия, музыкальные фестивали и уличные вечеринки. На Рождество и Новый год улицу украшают уникальными красочными огнями и украшениями, и это привлекает посетителей со всего мира. Здесь же находится и Либерти, исторический и культовый универмаг. Он был основан в 1875 году Артуром Лассенби Либерти. Магазин начинался как небольшой магазинчик по продаже украшений, тканей и предметов из Японии и Востока. Со временем Либерти стал широко известен своим уникальным выбором роскошных и высококачественных товаров, а также акцентом на мастерстве, дизайне и инновациях. Нынешнее здание магазина, спроектированное Эдвином Томасом Холлом и его сыном Эдвином Стэнли Холлом, было завершено в 1924 году. Здание в стиле эпохи Тюдоров было построено с использованием бревен двух кораблей. Уникальная архитектура магазина с его фахверковым фасадом и освинцованными окнами делают его заметной достопримечательностью в Лондоне. Либерти славится своим выбором изысканных тканей, в частности своим культовым текстилем с принтом Либерти, отличающимся замысловатыми узорами и рисунками. На протяжении многих лет эти принты использовались в моде, в предметах интерьера и аксессуарах и стали синонимом бренда Либерти. В дополнение к своим фирменным тканям Либерти предлагает широкий ассортимент товаров для различных отделов, включая моду, аксессуары, косметику, предметы интерьера и подарки. Магазин известен своим тщательно подобранным ассортиментом товара как от известных, так и начинающих дизайнеров, а также эксклюзивных коллабораций и коллекций ограниченного выпуска. Я не помню в каком фильме фигурирует Либерти в магазине, по-моему, Круэлла, вот этот, про Круэллу был фильм. Не помню, если вы помните, напишите. Если вам понравилась улица, да это даже не улица, если вам понравилась вот эта локация, на которой я сейчас был, вам интересно посетить это место, это прямо рядом, Соксфорд стрит, и район Сохо, да, где и клубы ночные, может вы знаете Сохо, да, если вы не знаете, вы планируете посетить или уже были в Лондоне, но здесь не были, сворачивайте на Карнаби стрит, на Карнаби стрит, и тут параллельные улицы, тут вы не ошибетесь, поверьте мне. Сам же район Сохо оживленный и эклектичный район лондонского вест-энда, известный своей богатой историей, разнообразной культурной и бурной ночной жизнью. Сохо граничит Соксфорд стрит на севере, Риджин стрит на западе, Шефтсбери авеню на юге и Чарлинг-Кроссроуд на востоке. Сохо имеет долгую и разнообразную историю, восходящую к концу 17 века, когда он начал развиваться как жилой район. За прошедшие годы он превратился в центр различных отраслей и сообществ, включая процветающую артистическую и творческую сцену. Район славится своими оживленными развлекательными заведениями, в том числе театрами, комедийными клубами, концертными площадками и множеством баров и пабов. В этом районе также находится множество ресторанов, кафе и уличных продавцов еды, предлагающих разнообразные блюда со всего мира. И как я уже сказал ранее, здесь находится Карнаби-Стрит с множеством модных розничных магазинов. Сохо долгое время был эдаким плавильным котлом культур, и различные мигрантские сообщества формировали его характер на протяжении многих лет. Это разнообразие все еще проявляется сегодня в разнообразии блюд, интернациональной кухни, фестивалях и культурных мероприятиях, которые проходят в этом районе. Сохо тесно связан с искусством, средствами массовой информации и творческими индустриями, поскольку в этом районе базируется множество кино, теле и рекламных кампаний. На протяжении всей своей истории он также был центром художников, писателей и музыкантов. Центральное расположение Сохо, разнообразные предложения и энергичная атмосфера делают его захватывающей и динамичной частью Лондона. Предлагаем широкий спектр впечатлений как для посетителей, так и для жителей. А это все тот же у меня в Сан-Падкрас, только уже стемнело, уже получается 8.30 вечера. Надеюсь, что вам сегодняшняя прогулка понравилась, а дальше будет еще интереснее. У меня выпуск планируется про места, где снимался Джеймс Бонд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА